30 случаев гриппа зарегистрировано в Набережных Челнах за минувшую неделю. Больше половины заболевших – дети. Такую статистику приводит местное отделение Роспотребнадзора. Кроме того, по данным ведомства, за указанный период диагноз УРВИ был поставлен с 6,5 тысячам челнинцев. Финансирование программы доступного жилья в Татарстане сократили на треть. В 2019 году на ее реализацию выделили 14,5 миллиардов рублей. Согласно постановлению премьер-министра Республики Алексея Песошина, в этом году запланировано строительство 438 тысяч квадратных метров жилья. Для сравнения, в 2018 году программа Госжилфонда была на 17% больше. Сроки отключения горячей воды в России могут сократиться до трех дней. Такое заявление сделал замминистра строительства из ЖКХ Андрей Чибис. По его словам, технологии, которые позволят уменьшить сроки отключения, уже разрабатываются. Глава ведомства отметил, что переход на новую систему не потребует серьезных затрат и, более того, был опробован экспериментально. В Татарстане зарегистрирован один из самых низких уровней просроченной задолженности по потребительским кредитам в стране. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, по итогам четвертого квартала прошлого года лишь у 17% от общего числа займов зафиксирована просрочка. 2 марта в Челнах пройдут соревнования по плаванию среди студентов. Состязания в рамках 10-й студенческой спартакиады проведут в бассейне Дулкин. Участие в них могут принять команды в составе четырех человек – два юноши и две девушки. Заявки принимают на почту gss.челны.собакамейл.ру до 28 февраля.